Из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, мы начинаем трансляцию сессии священства 181-й полугодовой Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Она транслируется в тысячи домов собраний по всему миру. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении хора священства Милхиседекова из Плезенгроу в штат Юта, США. Ведущий этой сессии президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве Церкви. Дорогие братья, приветствуем вас на этой общей сессии священства 181-й полугодовой Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас Монсон, председательствующий на этом собрании, попросил меня быть ведущим. Происходящее здесь транслируется через спутник носителям священства, собравшимся в табернакле, в зале собраний, в мэрио-центре ОБЯ, в Центре подготовки миссионеров Прова и во многих странах мира. Музыкальное выступление на этой сессии прозвучат в исполнении хора священства Мелки Седекова из Плэзон Гроу в штат Юта, США, дирижер Джастин Биллс за органом Клей Кристиансон. Хор откроет эту сессию исполнением гимна «Воспрянь о Божий люд». Затем старейшина Ричард Хинкли, освобожденный сегодня вечером от должности члена Кворума 70, произнесет вступительную молитву. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Других людей И чтобы продвигать работу Твою на земле. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь А теперь хор любезно исполнит для нас гимн «Ты нужен мне, Господь», после чего мы будем рады услышать старешину Джеффри Холланда, члена кворума «12 апостолов». Вслед за ним выступит епископ Кейт Макмалин, второй советник в председательствующем епископстве. После выступления епископа Макмалина к нам обратится старешина Кристофер Воделл, член кворума «70». Субтитры создавал DimaTorzok 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 О, bless me now, my Savior I come to Thee Субтитры создавал DimaTorzok В духе этого прекрасного гимна и молитвы Я хотел бы говорить с вами совершенно откровенно Я включаю в этот откровенный разговор молодых людей в священстве Ароновом Повторяя историю первого видения Джозефа Смита мы иногда замалчиваем опасную конфронтацию произошедшую прямо перед этим конфронтацию с намерением уничтожить юношу, если возможно но в любом случае блокировать последующее откровение Мы говорим о лукавом больше, чем необходимо и я вообще не люблю говорить о нем но опыт молодого Джозефа напоминает что должен помнить каждый в этом зале включая каждого молодого человека Первое. Сатана или Люцифер или отец лжи зовите как хотите в реальности есть само олицетворение зла Его мотивы присутствуют в каждом злонамеренном деле и он бьется в корчах при появлении света искупления при самой мысли об истине Второе. Он вечный противник божественной любви искупления Иисуса Христа и дела мира и спасения Он будет бороться против них всегда и везде, где сможет Он знает, что в итоге будет побежден и изгнан Но настроен увлечь за собой как можно больше людей Каковы же примеры дьявола в этой схватке, где ставкой является вечная жизнь? И здесь поучителен опыт, полученный в священной роще Джозеф записал это, чтобы противостоять всему, что будет впереди Люцифер произвел такое поразительное действие что язык у меня оцепенел и я не мог говорить Конец цитаты Сатана не может просто отнять жизнь как говорил президент Пекер Это одно из многого, что ему не под силу но его усилие остановить работу будет грамотно приложено если он сможет хотя бы связать язык верующего Братья, если это так то сегодня вечером я ищу мужчин, молодых и старых кто достаточно озабочен этой борьбой между добром и злом чтобы включиться и говорить Мы на войне И на следующие несколько минут я хочу стать призывным пунктом Нужно ли мне спеть несколько строк гимна «Все мы добровольцы?» Вы знаете строку «Новых добровольцев ждем?» Ты к нам обратись Конечно, в этом призыве в армию важно то, что мы не зовем добровольцев ни стрелять из винтовки, ни метать гранаты Нет, нам нужны батальоны, оружием которых будет каждое слово, исходящее из уст Божьих Так, сегодня вечером я ищу миссионеров, которые не будут добровольно связывать свои языки но с Духом Господа и властью священства раскроют уста и изрекут чудеса Такая речь, как однажды сказали братья, будет орудием веры, которой величайшие дела были и будут исполнены Я особенно прошу молодых носителей священства Ааронова сесть и обратиться во внимание Позвольте использовать аналогию со спортом В этом соревновании не на жизнь, а на смерть мы сталкиваемся с противником, который ненавидит нас и нашу работу Таким образом, я собираюсь сойти с вами немного ближе лицом к лицу, как чтобы огонь в моем голосе слегка опалил ваши брови Так делают тренеры перед игрой, когда победа означает все И о предстоящей игре тренер говорит, что для участия кому-то из вас нужно быть более нравственно чистым, чем вы есть теперь В этом сражении между добром и злом вы не можете играть на стороне лукавого, когда приходит искушение надеясь потом перебежать к спасителю во время посещения храма или на миссии, как ни в чем не бывало Этого, мои друюные друзья, вы не можете делать Бог да не будет осмеян Итак, перед нами дилемма Она в том, что есть тысячи носителей священства Аронова уже фигурирующие в отчетах нашей церкви, составляющие миссионерский резерв Но проблема в том, чтобы эти диаконы, учителя и священники оставались достаточно активными и достойными для посвящения в старейшины и службы на миссии Таким образом, мы нуждаемся в команде молодых людей, которые не увильнут в тот момент, когда потребуется вступить в игру и действовать с полной отдачей Почти во всех известных мне спортивных соревнованиях есть линии разметки на полу или на поле, в пределах которых должен оставаться каждый участник Итак, Господь начертил линии праведности для призванных участвовать с ним в работе Нет таких миссионеров, которые, не раскаявшись в сексуальном согрешении, сквернословии или вовлеченности в порнографию, были бы способны призывать других раскаяться в этом Вам это не удастся Дух не будет с вами, и слова застрянут в горле, когда вы попытаетесь их произнести Вы не можете отойти на запрещенные пути, как назвал это Легий, и надеяться привести других на прямой и узкий путь Этого нельзя сделать Но на этот брошенный вам вызов есть такой же ответ, как и для слушателя, к которому вы пойдете Кем бы вы ни были, и что бы сделали, вы можете быть прощены Каждый из вас, молодые люди, может оставить позади любое согрешение, с которым вы, возможно, боретесь Это чудо прощения, чудо искупления Иисуса Христа Но вы не можете сделать это без активного обращения к Евангелию И не можете сделать это без покаяния, когда это необходимо Я прошу, чтобы вы, молодые люди, были активными и чистыми Если требуется, я прошу вас стать активными и чистыми Братья, мы говорим прямо, потому что намеки, кажется, редко оказывают нужное действие Мы говорим прямо, потому что сатана на самом деле стремится уничтожить вас И вы сталкиваетесь с его влиянием во все более юном возрасте Поэтому мы хватаем вас за грудки и кричим во все горло Слушай, битвы шум звучит все громче, ясней Встрой становись! Встрой становись! Мои юные друзья, в предстоящие месяцы и годы нам нужны еще десятки тысяч миссионеров Они должны пребывать от роста доли тех носителей священства Ааронова, кто посвящен, активен, чист и достоин служения Тем из вас, кто служил или служит сейчас, мы благодарны за добрые дела и за жизни людей, затронутые вами Да пребудет с вами благословение Мы признаем также, что есть и те, кто всю жизнь надеялись служить на миссии Но по болезни или по другим причинам им неподвластным не могут этого сделать Мы открыто и с гордостью приветствуем эту группу Мы знаем о вашем желании и приветствуем вашу преданность С вами наша любовь и восхищение Вы в команде и всегда будете в ней, даже если не можете с почетом служить на миссии полного дня Но нам нужны остальные из вас Теперь вы, братья священствами, не улыбайтесь, усевших сзади на удобных местах Я еще не закончил Нам нужны еще тысячи супружеских пар, служащих в миссии церкви Каждый президент миссии умоляет о них Всюду, где они служат, наши пары приносят в работу зрелость Что не может дать никакое число 19-летних, как бы хороши они ни были Чтобы поощрить служению больше пар, первое президентство Экворум 12 апостолов сделали один из самых смелых и щедрых шагов в миссионерской работе за последние 50 лет В мае этого года местные руководители священства получили уведомление о том, что расходы на проживание для пар Будут покрываться из церковных миссионерских фондов в той мере, в какой они превысят установленную месячную сумму Что за благословение? Это помощь с небес по наибольшим расходам миссионерских пар Братья также решили, что миссионерские пары могут служить в течение 6 или 12 месяцев, тогда как обычно служат 18 или 24 месяца Другим замечательным жестом стало разрешение парам за свой счет на короткое время приезжать домой для участия в важнейших семейных обстоятельствах И хватит переживать, что вам придется стучать в чьи-то двери или жить по расписанию, принятому для 19-летних Мы не просим вас сделать это, но просим вести другие дела, которые вы можете выполнять с большей степенью самостоятельности Братья, мы понимаем, что некоторые из вас не смогут поехать по причинам, связанным со здоровьем, семейными или материальными обстоятельствами Но многие смогут, если только запланируют это хотя бы в общих чертах Епископы и президенты Кольев, обсудите эту потребность на советах и конференциях Сидя в президиуме на собраниях с молитвой, всматривайтесь в лица присутствующих, чтобы получить впечатление о том, кто должен быть призван Потом побеседуйте с ними и помогите им назначить время служения Братья, когда это случится, скажите женам, что если вы сможете покинуть ваши удобные телевизоры и кресла, на которые на несколько коротких месяцев, то и они смогут оставить внуков С вашими маленькими все будет хорошо, и я обещаю, что вы сделаете для них в служении Господу то, что затронет миры без конца Что вы никогда не смогли бы сделать, оставаясь дома, хлопотать над ними Какой большой, какой больший дар своему потомству могут принести бабушка и дедушка, чем сказать, подтвердив слово делом В этой семье служат на миссии Миссионерская работа не единственное, что мы должны делать в нашей большой, замечательной церкви Но почти все остальное зависит от людей, сначала слышащих Евангелие Иисуса Христа и обретающих веру Именно поэтому заключительный призыв Иисуса к двенадцати касался самой основы Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа Только тогда может быть дана остальная часть благословений Евангелия Единство в семьях, программы для молодежи, обещания священства и храмовые таинства Но, как свидетельствовал Нефий, ничего подобного не может произойти, пока человек не войдет вратами Со всем, что надо сделать на пути к вечной жизни Нам нужно намного больше миссионеров, открывающих эти врата И помогающих людям войти в них Каждого носителя священства, молодого или пожилого Я призываю не только сильнее возвышать голос предупреждения против зла И того, кто его олицетворяет Но быть рупором добра Рупором Евангелия Рупором Божьим Братья всех возрастов Развяжите свои языки И смотрите, как ваши слова производят чудеса В жизни тех, кто отстранены от правды только потому, что не знают, где найти ее На поле брани мы поспешим Истина щип наш, с ней победим Стяги трепещут над головой Как радостно нам шагать домой Во имя Иисуса Христа, нашего Господа Аминь Элдер Холланд Подпишите меня На прошедшей недавней сессии обучения до представителей высшей власти Церкви Президент Томас Монсон вновь обратил внимание на обязанности и возможности носителей священства Аронова В духе этих наставлений я и буду обращаться к вам Правильно исполненный долг влияет на судьбы народов и стран Закон долга столь важен, что носители священства предупреждают А потому пусть теперь каждый человек узнает свои обязанности и служит в назначенном ему чине со всем усердием Президент Монсон объясняет Чувство долга может приходить незаметно По мере того, как мы, носители священства, откликаемся на получаемые поручения Ваш первостепенный долг узнать, чего хочет Господь, а затем силой и могуществом Его Святого Священства Возвеличивать свое призвание в присутствии ваших товарищей так, чтобы люди были рады последовать за вами Говоря о своем долге, наш Господь сказал Не ищу моей воли, но воли Отца Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего Меня Отца Благодаря тому, что Иисус Христос исполнил свой долг Все человечество может быть спасено повиновением, законом и таинством Евангелия Братья, вот образец, которому мы должны следовать Я убедился, что те из вас, кто служит дьяконами, учителями и священниками Исполняют свой долг охотно, ответственно и умело, как мы от вас и ожидаем Мы восхищаемся вами Ваша энергия заразительна, ваши способности потрясающие Общение с вами придает нам сил Вы и данный вам чин священства Аронова Крайне важны в работе Небесного Отца, посвященной Его детям И подготовке земли ко второму пришествию Его Святого Сына Думая о вас и о вашем долге, мы смотрим сквозь ваш возраст Павел так говорил о вас Никто не прибрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте Мужам древних времен было дано Священство, названное в честь Аарона Через левитов, священников и пророков Оно несло благословение Божьим детям Затем пришел Спаситель мира и разыскал того, чье имя Иоанн, чтобы креститься той самой властью и подать знак того, что занимается рассвет спасения В наши дни та же самая власть была вновь установлена на земле, чтобы евангельские истины от первой до последней могли пробудиться в чьей-то душе Священство Ааронова, высшая истина, приди, чтобы подготовить нас к получению искупления через возлюбленного Сына Божьего И тот, кто владеет этими силами, уже никак не мальчик О том, кто облечен в мантию священства, мы скажем Се, человек Силой власть священства Ааронова состоит в том, чтобы держать ключи служения ангелов и исполнять внешние таинства Букву Евангелия, крещение покаяния для отпущения грехов согласно заветам и заповедям Президент Бойт Пекер заметил Мы с успехом справляемся с распространением власти священства Семена власти священства посажены практически везде Но мне кажется, что распространение власти священства опережает распространение силы священства Ради вечного благополучия Божьих детей Это необходимо исправить Наш пророк сказал нам, как это можно сделать Президент Монсон сказал Я хочу видеть, как укрепляется сила священства Я хочу видеть, как эта мощь и сила распространяются по всему телу священства От главы до наименьшего и скромнейшего диакона в церкви Каждый мужчина должен искать Божьих откровений, наслаждаться ими, чтобы свет небес сиял в его душе и давал ему знания о его обязанностях, касающихся той части работы, что накладывает на него его чин священства Что может сделать диакон, учитель или священник, чтобы получить дух откровения и возвеличивать свое призвание? Он может жить так, чтобы наслаждаться очищающей, освящающей и освящающей силой Святого Духа Слова Алмы подтверждают, как это важно Ныне я говорю вам, что сие есть назначение, которому я призван проповедовать подрастающему поколению, что они должны покаяться и возродиться снова Когда кто-то рождается снова, его сердце меняется У него нет тяги к чему-то вредному или нечистому Он чувствует глубокую и неугасаемую любовь к Богу Он хочет быть хорошим, служить людям и соблюдать заповеди Президент Джозеф Смит описал свой опыт, связанный с этой великой переменой Чувство, которое не зашло на меня, было чувством покоя, любви и света Я чувствовал в душе, что если я и согрешил, то получил прощение, что действительно очищено греха Мое сердце было растрогано, и я чувствовал, что не могу причинить вреда самому маленькому насекомому под ногами Мне хотелось сделать добро повсюду, всем и вся Я ощущал новизну жизни, новизну желания делать то, что верно В душе не было ни единой крупицы стремления ко злу Да, я был всего лишь маленьким мальчиком Но именно это влияние снизошло на меня, и я знаю, что оно было от Бога Оно было и есть для меня живое свидетельство принятия мною Господа Итак, мы призываем вас, наши замечательные юные братья Прилежно стремиться к тому, чтобы родиться заново Молитесь об этой великой перемене в вашей жизни Изучайте Священное Писание Больше всего на свете желайте познать Бога и стать похожими на Его Святого Сына Наслаждайтесь своей юностью Но оставьте младенческое Остегайтесь пустых и глупых разговоров Бегите от любого зла Избегайте споров Кайтесь, когда это необходимо Это поможет вам вырасти и стать настоящими, славными мужчинами Вы обретете такие качества, как мужество, надежность, смирение, вера и порядочность Друзья будут вами восхищаться Родители будут вас хвалить Братья во священстве будут полагаться на вас А девушки будут любоваться вами И становиться лучше ради вас Бог будет почитать вас И обеспечить вас силой свыше В вашем служении во священстве Остальные из нас будут делать свою часть Как родители и прародители Мы будем готовить вас к более доблестному служению в Царстве Бога Как ваши братья Мы будем служить вам примером для подражания Мы будем укреплять силу ваших кворумов Мы будем поддерживать президентство ваших кворумов Помогаем использовать ключи правления Мы предоставим вам возможность полностью принять на себя обязанности священства Ааронова И через них возвеличивать свое призвание Через ваше служение на Церковь не снизойдут огромные благословения Ангелы говорят силой Духа Святого Вы тоже сможете это делать Если вы будете говорить силой Святого Духа И преподносить людям священные символы причастия То мужчины и женщины Мальчики и девочки будут стараться каяться Укреплять свое веровое христа И всегда иметь Святого Духа своим спутником Если вы будете поститься и собирать пожертвования от поста Это будет прихожан на отделе подражать Спасителю Господь заботился о бедных и угнетенных И звал за собой, говоря Следуй за мной Ваше служение, связанное с заботой о менее успешных людей Влекает нас в его святую работу И помогает нам заслужить прощение за наши прежние грехи Когда вы будете навещать дом каждого члена Церкви Не бойтесь и не робите Святой Дух подскажет вам в нужный момент Какие слова нужно сказать Какое свидетельство нужно принести Какое служение нужно совершить Ваше старание заботиться всегда о членах Церкви Принесут свои плоды Ваше непосредственное Обезоружит самое неверующее сердце И ослабит сжимающий его дьявольский кулак Если вы пригласите кого-то пойти с вами в Церковь Принять причастие вместе с вами Служить вместе с вами Это приглашение станет утешающим бальзамом Для тех, кто заблудился во мраке Куда едва проникает свет Евангелия Или даже не проникает совсем О, мои возлюбленные, юные братья Не родите, а пребывающим в вас дарабани Которые вы получили при посвящении В священство Аронова Дал нам Бог Духа не боязни, но силы и любви И целомудрия Итак, не стыдитесь свидетельства Господа нашего Но страдай с благовестием Христовым силой Бога Спавшего нас и призвавшего на званием святым Данным нам во Христе Иисусе прежде вековых времен Наш возлюбленный пророк призвал вас под свои звамена Мы салютуем вам, мы молимся за вас Мы рады служить вместе с вами И благодарим Бога за силы вашего спасительного служения Я свидетельствую Бог есть наш Небесный Отец И восседает там, на Небесном престоле Иисус Христос есть Святой Сын Божий Искупитель мира А вы – члены священства Аронова Его послы на земле Во имя Иисуса Христа Аминь Одна из вех жизни миссионера Это его последнее или прощальное собеседование с президентом миссии Определяющим моментом собеседования становится обсуждение памятных событий И ключевых уроков Которых, кажется, хватит на всю жизнь И которые были получены в небольшой промежуток от 18 до 24 месяцев Хотя многие из этих событий и уроков свойственны миссионерскому служению в целом Каждая миссия уникальна В ней есть свои сложности, возможности, которые делают нас сильнее И подвергают нас проверке Согласно нашим неповторимым потребностям и чертам личности Задолго до того, как оставить земной дом, чтобы служить на миссии полного дня Мы ушли от Небесных Родителей У нас есть Небесный Отец, который нас знает Знает наши сильные и слабые стороны Наши способности и потенциал Он знает, кто из президентов миссии и напарников Кто из членов церкви, интересующихся Понадобится нам, чтобы мы стали такими миссионерами Мужьями, отцами и носителями священства Какие мы способны стать Пророки, провидцы, носители откровений Направляют миссионеров на служение Под руководством Святого Духа Вдохновленные президенты миссии Назначают перевод миссионеров каждые шесть недель И быстро понимают, что Господь знает Куда он хочет призвать на служение каждого миссионера И почему Несколько лет назад старейшина Ксавьер Месьега из Мадрида, Испания Служил на миссии полного дня в штате Аризона В то время его призвание на миссию в США оказалось необычным Потому что большинство юношей из Испании служили в родной стране По окончании одного вечера встречи для членов кола Куда старейшина Месьега пригласили с напарником К нему подошел менее активный прихожанин Он пришел туда с другом впервые за много лет Он спросил старейшину Месьега Не знаком ли тот с Хосе Месьега из Мадрида И когда старейшина Месьега ответил, что его отца зовут Хосе Месьега Мужчина с воодушевлением задал еще несколько вопросов Чтобы убедиться, что это тот самый Хосе Месьега И когда стало ясно, что они говорят об одном и том же человеке Менее активный брат прослезился Ваш отец был единственным, кого я крестил за всю свою миссию Объяснил он И рассказал, что считал свою миссию провалом Годы своей неактивности в церкви Он связывал с неким ощущением собственной неполноценности И упадком духа Полагая, что каким-то образом не оправдал надежд Господа Тогда старейшина Месьега объяснила, что Это предполагаемый провал, но это не провал Что он на самом деле значит для его семьи Он рассказал, что его отец, который крестился в возрасте молодого взрослого Не состоящего в браке, заключил брак в храме Что старейшина Месьега четвертая из шести детей Что все трое братьев и одна их сестра отслужили на миссии полного дня И что все они активны в церкви Мини-активный возвратившийся миссионер разрыдался Благодаря его усилиям было благословлено множество жизней И Господь направил старейшину из Мадрида, Испании Прямо сюда, на этот вечер встречи в Аризону Чтобы сообщить ему, что его миссия не была провалом Господь знает, куда он хочет послать На служение каждого миссионера Каким бы образом Господь не избрал благословить нас в ходе миссии Он не планирует сделать так, чтобы благословения миссионерского служения Приходили к концу, когда Он освобождает нас от призвания Ваша миссия — это учебный полигон жизни События, уроки, свидетельства, обретенные посредством преданного служения Призваны предоставить вам основания, построенные на Евангелии Которые выстоят в течение всей земной жизни Однако, чтобы благословения продолжались и после миссии Необходимо выполнить некоторые условия В учениях и заветах сказано «Ибо все, желающие иметь благословение от рук моих Должны соблюдать закон, утвержденный для этого благословения и условия его Этот принцип показан в истории исхода Получив поручение от Господа Моисей вернулся в Египет, чтобы вывести детей Израилевых из плена Казнь насылалась за казнью, но получить свободу все не удавалось И это привело к десятой и последней казни А я всю самую ночь пройду по земле египетской И поражу всякого первенства в земле египетской И чтобы защитить свой народ от губителя Господь повелел людям принести жертву Агнца без порока И собрать кровь этой жертвы Затем они должны были взять от крови и помазать вход в каждое жилище на обоих косяках и на перекладине дверей С таким обещанием И увижу кровь и пройду мимо вас И не будет между вами язвы губительной И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Они принесли жертву, собрали кровь и помазали ей свои дома В полночь Господь поразил всех первенцев с земли египетской А Моисей, как и его народ, как и обещал Господь, были защищены Кровь, которую использовали израильтяне Символизирующая грядущее искупление Спасителя Была от принесенной ими жертвы Тем не менее Лишь жертвы и ее крови было недостаточно Для обретения обещанного благословения Если бы они не помазали кровью двери Жертва была бы напрасной Президент Монсон учил Миссионерская работа трудна Она испытывает энергию человека Она напрягает его способности Она требует приложения всех его усилий Никакой другой труд не требует больше часов Или больше преданности Или такой жертвенности и горячей молитвы В результате такого приложения жертвы Мы возвращаемся после миссии с личными дарами Дар веры, дар свидетельства Дар понимания роли Святого Духа Дар ежедневного изучения Евангелия Дар возможности служить нашему Спасителю Дары, заботливо сокрытые В потрепанных книгах священных писаний Много раз перечитанных экземплярах пособия Проповедовать Евангелие мою В миссионерских дневниках И благодарных сердцах Однако, как и в случае с детьми Израилевым Продолжение благословений, связанных с миссионерским служением Требует действия и после принесения жертвы Несколько лет назад, когда мы с сестрой Воделл Председствовали над испанской и барселонской миссией На последнем собеседовании Я давал каждому миссионеру одно последнее поручение Вернувшись домой, они должны были сразу уделить время Размышлениям об уроках и дарах Которые предоставил им щедрый Небесный Отец И я просил с молитвой составить свой список И продумать, как лучше применять эти уроки В своей жизни после миссии Это отразится на их выборе образования, карьеры На их семье и детях На предстоящем служении в церкви И самое важное на том, кем они продолжат становиться И как будет продолжаться их развитие в качестве учеников Иисуса Христа И нет такого возвратившегося миссионера Для которого слишком поздно начинать думать об уроках Полученных на миссии И применять их Поступая так, мы более полнокровно ощутим влияние Духа в своей жизни Наши семьи укрепятся И мы приблизимся к нашему Спасителю и Небесному Отцу На одной из прошлой генеральных конференций Том Перри сказал Я обращаюсь к вам, бывшие миссионеры С приглашением заново посвятить себя этому делу Еще раз наполнится желанием и Духом миссионерского служения Я призываю вас выглядеть, действовать и вести себя так Как это положено в слуге нашего Небесного Отца Я обещаю вам, что вам готовны великие благословения И вы получите их, если продолжите стремиться вперед С тем же горячим рвением Которым вы были наделены как миссионеры полного дня А теперь, обращаясь к молодым людям Которым еще предстоит служить на миссии полного дня Я хочу поделиться советом президента Монсона Я повторяю то, чему давно учат пророки Каждый достойный, способный молодой человек Обязан готовиться к служению на миссии Миссионерское служение — это долг священства Обязательство, исполнение которого Господь ожидает от нас Кому дано очень много Подобно тому, как обстояло дело с миссионером Прошлое и настоящее, Господь знает вас И уготовил для вас свой миссионерский опыт Он знает вашего президента Миссии и его чудесную супругу Которые полюбят вас, как своих детей Он знает каждого из ваших напарников Он знает каждый район, где вам доведется трудиться Членов церкви, с которыми вы познакомиться И людей, которых вы будете обучать И жизни, которые вы затронете навечно Благодаря вашему преданному служению Готовности жертвовать, миссия станет вашей святой землей Вы станете свидетелем чуда обращения в веру Готовясь к служению, нужно сделать многое Чтобы стать эффективным слугой Господа Требуется не просто пройти рукоположение Надеть табличку с именем Или войти в центр подготовки миссионеров Это процесс, который начинается задолго до того, как вас начнут называть старейшина Первое Отправляйтесь на миссию, получив личные свидетельства о книге Мормона Обретенной через изучение и молитву Книга Мормона – это мощные свидетельства о божественности Христа Это доказательство восстановления, совершенного через пророка Джозефа Смита И как миссионер, вы прежде всего должны обладать личным свидетельством о быственности книги Мормона Подтвержденным Святым Духом Второе Отправляйтесь на миссию, будучи достойным напарничества Святого Духа Выражаясь словами президента Эзерта от Бенсона Дух – самый важный и отдельно взятый элемент в этой работе С Духом, возвеличивающим ваше призвание Вы можете творить чудеса для Господа на миссионерском поприще Без Духа вы никогда не преуспеете Независимо от ваших талантов и способностей Третье Отправляйтесь на миссию, ощущая готовность трудиться Ваш успех как миссионера измеряется прежде всего вашей решимостью находить, обучать, крестить, конфирмовать От вас ожидается, что вы будете упорно трудиться каждый день, делая все, что в ваших силах, чтобы приводить души ко Христу Я повторяю приглашение старейшины Рассела Балларда Мы обращаемся к вам, мои юные братья в священстве Ароновом Мы нуждаемся в вас, подобно двум тысячам юных воинов Гелламана Вы тоже духовные сыновья Бога И вы тоже можете наделены силой созидать и защищать Его Царство Вы нужны нам, чтобы заключать священные заветы, как это делали они Нам нужно, чтобы вы были такими же абсолютно послушными и верными, как они Приняв это приглашение, вы усвоите великий урок, как это произошло со старейшиной Мессиего И всеми, кто с верой служили, возвратились и притворили его в жизнь Вы узнаете, что слова нашего пророка, президента Томаса Монсона, истины Вам дана возможность быть миссионером всю жизнь Вас ожидают благословения вечности Ваша привилегия быть не зрителями, но участниками на сцене служения священства Я свидетельствую, что это истина Во имя Иисуса Христа. Аминь Спасибо, братья Сейчас хоры, собравшиеся, исполнят гимн «Господь, наш Бог и Царь» После гимна я с радостью выступлю перед вами После моего выступления мы услышим выступление президента Генри Аринга Первого советника в первом президентстве Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дорогие братья, я воистину радуюсь. Спасибо вам. 65 лет назад, после Второй мировой войны, я испытал на себе благословение программы обеспечения благосостояния членов церкви. И хотя я был маленький, я до сих пор помню тот сладкий вкус консервированных персиков с пшенной кашей и особый запах пожертвованной одежды, отправленной послевоенным немецким святым заботливыми членами церкви США. Я никогда не забуду этих актов любви и доброты к тем из нас, кто остро в них нуждался. Этот личный опыт и 75-е годовщина вдохновленного свыше плана обеспечения благосостояния побуждает меня еще раз задуматься над основными принципами того, как заботиться о бедных и нуждающихся, как становиться материально независимыми и как служить нашим ближним. Иногда мы смотрим на обеспечение благосостояния как на одну из тем Евангелия, одну из многих ветвей на дереве Евангелия. Но я думаю, что в Господнем плане наша приверженность принципам благосостояния должна быть в самом корне нашей веры и преданности Ему. С начала времен наш Небесный Отец очень ясно говорил на эту тему. И в виде мягкой просьбы, если ты любишь меня, ты будешь помнить бедных и посвящать от своего имущества им на поддержку. И в виде прямого указания, помните бедных и нуждающихся, больных и страждущих, ибо тот, кто так не поступает, не мой ученик. И в виде строгого предупреждения. Поэтому, если какой-либо человек возьмет от избытка, которую я создал, но не уделит свою долю, согласно закону Евангелия моего, бедным и нуждающимся, он с нечестивыми возведет глаза свои в аду, будучи в муках. Две великие заповеди «Возлеби Бога твоего и ближнего твоего» – это слияние мирского и духовного. Важно отметить, что эти две заповеди называют великими, потому что все остальные заповеди утверждаются на них. Иными словами, наши личные, семейные и церковные приоритеты должны начинаться здесь. Все остальные цели и поступки должны проистекать из источника этих двух великих заповедей – от нашей любви к Богу и к нашему ближнему. «Как две стороны монеты, мирское и духовное, неразделимое, дающий всякую жизнь, заявил, «Все сущее для меня является духовным, и никогда не дал я вам закона временного». Для меня это значит, что духовная жизнь – это прежде всего жизнь. Это не просто что-то такое, что надо знать и изучать. Духовной жизнью надо жить. К сожалению, есть и такие, кто пропускает мирское, считая его менее важным. Они дорожат духовным, умоляя мирское. Конечно, важно, чтобы наши помыслы были обращены к небесам. Но мы упускаем сущность религии, если наши руки не обращены к ближнему нашему. Например, Енох строил общество Сион через духовный процесс созидания народа одного сердца и одного ума. И мерзкую работу, направленную на то, чтобы не было бедных среди них. Как всегда, мы можем обратиться к нашему совершенному примеру – Иисусу Христу за образцом. Президент Рубин Кларк учил, когда Спаситель пришел на землю. У него были две великие миссии. Первое – осуществить мессианство, искупление за падение и исполнение закона. Второе – это работа, которую Он выполнял среди Своих братьев и сестер воплоти, облегчая их страдания. Точно так же, наше духовное развитие неразрывно связано с мирским служением, которое мы оказываем другим. Одно дополняет другое. Одно без другого – подделка Божьего плана счастья. В мире много хороших людей и организаций, которые повсюду пытаются удовлетворять неотложные потребности бедных и нуждающихся. Мы благодарны за это. Но Господний путь в заботе о нуждающихся отличается от мирского. Господь сказал, это должно быть сделано Моим путем. Его интересуют не только наши неотложные нужды. Он заботится о нашем вечном совершенствовании. Поэтому Господний путь всегда включал самостоятельность и служение нашему ближнему, помимо заботы о бедных. В 1941 году река Хилла вышла из берегов и затопила Данкан-Веллы в штате Аризона. Молодой президент Кола по имени Спенсер Кимбл встретился с советниками, оценил ущерб и отправил телеграмму в Солт-Лэк-Сити с просьбой выделить крупную сумму денег. Вместо денег президент Хибер Грант прислал трех человек – Генри Мойла, Мэриэна Ромни и Гаральда Ли. Они пришли к президенту Кимбл и преподали ему важный урок. Это не программа «Дайте мне», сказали они. Это программа «Самопомощи». Много лет спустя президент Кимбл говорил, «Я думаю, братьям было бы нетрудно прислать нам деньги и не слишком сложно сесть в моем кабинете и распределить их». Но каким же благословением для нас было собрать сотни наших прихожан и отправить их в Данкен, строить заборы, перетаскивать сено, выравнивать землю и делать все, что нужно. Это и есть самопомощь. Следуя путям Господа, члены колы президента Кимбл не только удовлетворяли свои неотложные потребности, но и укрепляли уверенность в своих силах, облегчали страдания и возрастали в любви и единстве, служа друг другу. В этот самый час страдают многие члены церкви. Они голодны, стеснены материально, переживают самые разные физические, эмоциональные и духовные страдания. Они молятся со всей энергией души о помощи и облегчении. Братья, пожалуйста, не думайте, будто это чья-то ответственность. Она моя и ваша. Все мы добровольцы. Все, значит, все. Каждый носитель священства Ааронова и Милхиседекова, богатый и бедный. В каждой стране мира. По плану Господа каждый может внести свой вклад. Урок, который мы усваиваем из поколения в поколение в том, что у богатых и бедных один и тот же священный долг – помогать ближнему своему. Мы все должны работать вместе, успешно применяя принципы благосостояния и самостоятельности. Слишком часто, видя вокруг себя потребности, мы надеемся, что кто-то чудесным образом явится издалека и решит эти проблемы. Возможно, мы ждем специалистов с особыми знаниями по этим проблемам. Так, мы лишаем нашего ближнего того служения, которое мы могли бы оказать, а себя лишаем возможности послужить. Специалисты – это хорошо. Но давайте будем реалистами. На все проблемы специалистов не напасешься. Вместо этого Господь поставил у наших порогов по всему миру свое священство и его организацию. А рядом с ним он поставил общество милосердия. Как носители священства, мы знаем, что никакие усилия по обеспечению благосостояния не дадут результатов без помощи удивительных дарований и талантов наших сестер. Путь Господа не в том, чтобы сидеть на краю потока, преграждающего нам путь, и ждать, когда сойдет вода. А в том, чтобы, объединившись и закатав рукава, построить мост или лодку и пересечь воду наших проблем. Вы, мужи Сиона, вы, носители священства, можете помогать святым, применяя вдохновленные принципы программы благосостояния. Ваша миссия – открыть свои глаза, использовать свое священство и идти работать, помогая по примеру Господа нашего. Во время Левикой депрессии братья попросили Гарольда Ли найти ответ на жестокую бедность, горе и голод, царивший тогда в мире. Он пытался найти решение и обратил этот вопрос Господу и спросил, какая нам нужна организация, чтобы сделать это. И Господь словно сказал ему, послушай, сынок, тебе не нужна никакая другая организация. Я дал тебе самую великую из всех организаций на лице земли. Нет ничего более великого, чем организация священства. Все, что тебе нужно сделать в мире, это задействовать священство. Вот и все. И это отправная точка и в наше время. У нас уже есть эта Господня организация. Наша задача – решить, как ее использовать. Для начала надо познакомиться с тем, что Господь уже открыл. Не надо думать, будто мы сами все знаем. Мы должны подойти к этой задаче со смирением ребенка. Каждое поколение должно заново изучать доктрины, лежащие в основе Господнего пути в заботе о нуждающихся. Как учили нас в эти годы многие пророки, принципы обеспечения благосостояния членов церкви – не просто хорошие идеи. Это истины, явленные Богом, это Его способ помочь нуждающимся. Братья, сначала изучите открытые принципы и доктрины. Почитайте о церковной программе благосостояния в книгах инструкций. Воспользуйтесь интернет-сайтом Provident Living.org. Перечитайте статью о церковном плане благосостояния в Леохоне за июнь 2011 года. Выясните, как Господь обеспечивает своих цветых. Узнайте, какие принципы заботы о нуждающихся, служения ближнему и самостоятельности дополняют друг друга. Господний принцип самостоятельности включает в сбалансированном виде многие аспекты жизни, такие, как образование, здоровье, занятость, семейные финансы и духовную силу. Ознакомьтесь с современной программой обеспечения благосостояния членов церкви. Изучив доктрины и принципы церковной программы благосостояния, стремитесь применять усвоенное к потребностям тех, за кого вы в ответе. Что это значит, вам в известной мере предстоит выяснить самим. Каждая семья, каждая община, каждый регион мира имеет свои особенности. В церковной программе благосостояния нет единого решения, подходящего для всех. Вам предстоит проложить курс, соответствующий учению Господа и условиям вашей географической области. Для применения божественных принципов благосостояния вам не обязательно всегда смотреть на Сотлэк-Сити. Смотрите в книге инструкций, в свое сердце и в небеса. Полагайтесь на вдохновение от Господа и следуйте Его путем. В конце концов, вы должны делать в своем регионе то, что ученики Христа делали в каждом устроении. Советуйтесь друг с другом, используйте все доступные ресурсы, ищите вдохновение от Святого Духа, просите у Господа подтверждения, а потом закатывайте рукава и идите работать. Я обещаю вам, следуя этому образцу, вы получите конкретные наставления о том, кто, что, когда и где должен делать, помогая, по примеру, Господа нашего. Пророческие обещания и благословения от церковной программы благосостояния от возможности помогать по примеру Господа нашего одни из самых значительных и возвышенных, о которых Господь говорил Своим детям. Когда отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень, и будет Господь вождем Твоим всегда. Богаты мы или бедны, где бы мы ни жили в этом мире, все мы нуждаемся друг в друге, ибо, жертвуя своим временем, талантами и ресурсами, наш Дух мужает и очищается, помогая по примеру Господа нашего. Не просто еще один пункт в каталоге церковных программ. Его нельзя проигнорировать или отложить. Это суть нашего учения, суть нашей религии. Братья, это наша великая и особая привилегия, как носителей священства, задействовать священство. Мы не должны отворачивать свои сердца или головы от того, чтобы становиться более самостоятельными, лучше заботиться о нуждающихся и оказывать сострадательное служение. Мирское переплетено с Духовным. Бог дал нам этот земной опыт и мирские испытания, с ним связанные, как лабораторию, где мы можем становиться существами, угодными Небесному Отцу. Давайте же понимать эту великую ответственность и благословения, которые приходят к нам, если мы помогаем по примеру Господа нашего. Об этом я молюсь во священное имя Иисуса Христа. Аминь. Мои дорогие братья, я очень рад участвовать в Международном собрании Священства Бога. Сегодня вечером я хотел бы затронуть тему личной подготовки во священстве, а также тему оказание помощи другим в этом процессе. Многие из нас порою задаются вопросом, готов ли я к выполнению данного поручения во священстве? Мой ответ – да. Вы были подготовлены. Цель моего выступления заключается в том, чтобы помочь вам осознать свою готовность и обрести необходимое мужество. Вам всем хорошо известно, что священство Ааронова является подготовительным священством. Большинство из вас – молодые диаконы, учителя и священники в возрасте от 12 до 19 лет. Мы можем сделать соответствующий вывод о том, что подготовка во священстве происходит во время служения в священстве Ааронова. Но наш Небесный Отец начал нашу подготовку еще с того момента, когда мы пребывали у ног Его в Его Царстве. Он продолжает готовить нас и сейчас. Он будет продолжать готовить нас по мере нашей с вами готовности. Цель подготовки в освященстве подземной жизни и в этой жизни заключается в подготовке нас самих и тех, кому мы служим к вечной жизни. Некоторые из первых уроков по земному существованию, конечно же, включали план спасения, центром которого является Иисус Христос и Его искупление. Нас не только обучали этому плану, мы все присутствовали на советах и выразили поддержку предложенному плану спасения. В силу того, что с момента нашего рождения наша память покрылась переносит забвение, в этой жизни нам необходимо заново открыть для себя эти знания. Все, что нам было известно раньше и все, что нам пришлось отстаивать, часть нашей подготовки в этой жизни связана с тем, чтобы мы смогли найти драгоценные истины и научились жить в соответствии с ними посредством соблюдения заветов. Все это требует от нас проявления веры, смеяния и мужества, а также помощи всех тех, кто уже прошли этой дорогой в обретении истины. Возможно, это были ваши родители, миссионеры или друзья, но такая помощь была частью вашей подготовки. Наша подготовка в освященстве всегда подразумевает участие других подготовленных людей, готовых нам помочь в принятии Евангелия и жизни в соответствии с заветами, дабы они укоренились в наших сердцах. Для обретения вечной жизни необходимо служить всем сердцем, умом и мощью, а также принимать участие в подготовке тех, кто вместе с нами стремится войти в его присутствие. Поэтому часть подготовки в освященстве в этой жизни заключается в возможности служить и обучать других людей. Это возможность быть учителями в церкви, мудрыми и любящими отцами, членами кворума и миссионерами Господа. Господь предложит такие возможности, но будем ли мы готовы зависит исключительно от нас. Сегодняшним вечером я хотел бы осветить некоторые из важнейших моментов принятия решений, необходимых для успешной подготовки в освященстве. Способность принимать хорошие решения человеком, проводящим обучение и тем, кто обучается, напрямую зависит от понимание принципов подготовки служителей в освященстве, установленных самим Господом. Сначала он призывает людей, молодых и старых, которые, возможно, с точки зрения всего мира или их самих являются слабыми и простодушными. Господь может превратить их недостатки в сильные качества, а сознание этого сможет повлиять на обучение мудрого руководителя. Это также может повлиять на степень отклика носителя священства на предоставленную возможность для духовного роста. Давайте рассмотрим несколько примеров. Когда-то я был неопытным священником в одном большом приходе. Одним воскресным днем мой епископ позвонил мне по телефону. Когда я ответил, он сказал, у тебя найдется время, чтобы послужить вместе со мной? Мне нужна твоя помощь. Он объяснил, что ему необходим был напарник для навещания одной женщины, которую я не знал и которая осталась без еды. Она нуждалась в уроке об эффективном управлении финансовыми ресурсами. Я знал, что у него было два опытных советника в епископстве. Оба из них были зрелыми мужчинами с большим жизненным опытом. Один из советников был владельцем крупного предприятия. В дальнейшем он стал президентом миссии и представителем высшей власти церкви. Другой советник был известным судьей. Я был вновь признанным первым помощником к воруме священников. Он знал, что я мало разбирался в вопросах принципа благосостояния. Я знал еще меньше в области ведения личных финансов. Мне не приходилось когда-либо выписывать чек. у меня не было банковского счета. Я никогда в жизни не занимался вопросами составления бюджета. И все же, несмотря на всю мою неопытность, я ощутил в словах «Мне нужна твоя помощь, серьезный подход к делу». В дальнейшем я осознал, что именно вдохновленный епископ имел в виду. Он распознал замечательную возможность в осуществлении подготовки носителя священства. Я уверен, что он не предвидел в том необученном мальчике члена председательствующего епископства. Но, как и всегда, на протяжении всех дней нашего знакомства он способствовал моей самолизации в процессе прохождения подготовки во священстве. Ему это нравилось, хотя для него это было очевидной дополнительной нагрузкой. После навещения опекаемой нам и вдовы он припарковал машину. Он открыл свои потрепанные священные писания с многочисленными пометками и подчеркиваемыми. С присущей ему добротой он наставлял меня. Он сказал, мне необходимо было еще многому научиться, и что я должен был уделять соответствующее время своему обучению. Он вероятно распознал во мне достаточное смеение, простодушие и способность к обучению. До сегодняшнего дня я помню все то, чему он меня обучал. Но больше всего я помню, насколько уверен он был в моей способности научиться всему необходимому, усовершенствоваться и стать еще лучше, чем я был раньше. Он нисколько в этом не сомневался. Он видел не просто уровень моей духовной подготовленности на тот день, он смотрел намного все возможности для парня, который ощущал себя слабым и простодушным, но который искал помощи Господа и верил в ее реальность. Епископы, президенты миссии, отцы могут принять решение действовать при возникновении таких возможностей. Я видел, как это произошло недавно во время принесения свидетельства президентом кворума дьяконов в одной из постных воскресений. Он в скором времени должен был стать учителем и покинуть кворум учителей. Он свидетельствовал со всей силой души, звучащей в голосе о возрастании силы добра и духовной силы в сердцах членов его кворума. Он одобрял их служение. И затем он сказал, что он почувствовал, что ему удалось помочь новым дьяконам именно потому, что в свое время он сам ощущал те же самые чувства неуверенности в себе, когда готовился стать носителем священства. Его осознание собственной слабости сделали его более терпеливым, умеющим проявлять сочувствие и способным укреплять и помогать окружающим его людям. В течение двух лет он стал закаленнее и мудрее. Будучи президентом кворума, он сделал для себя вывод, что в этом ему способствовало ясное осознание своей собственной потребности в помощи от Господа двумя годами раньше. В будущем такое испытание может постигнуть всех нас, если когда-нибудь такие воспоминания начнут стираться из нашей памяти, будь то по причине времени или наших достижений в мире. Павел, вероятно, предвидел такую опасность, когда наставлял молодого напарника в освященстве по имени Тимофей. Он воодушевлял и наставлял его, дабы способствовать его подготовке в освященстве, а также подготовке многих других через его служение. Вот священное Писание, которое вы сегодня уже три раза уже слышали. Помните, что то, что повторяется несколько раз, приходит по вдохновению, потому что если бы мне попросили об этом сказать, я бы сделал это. Послушайте еще раз, что было сказано Тимофею. «Никто да не пренебрегает юности твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук. Вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Павел дал для каждого из нас хороший совет. Не волнуйтесь о том, насколько вы неопытны, а думайте исключительно о том, кем вы можете стать, благодаря его поддержке. Павел призывает нас защищаться словами Христа во время подготовки во священстве, дабы вы могли удостоиться дара Святого Духа. Именно тогда мы сможем узнать, что ожидает от нас Господь от нашего служения. Именно тогда мы сможем облезти мужество для совершения всего нужного, несмотря на любые обстоятельства в будущем. Мы подготавливаемся к служению во священстве, которое может становиться с годами более трудным. Например, наши мышцы и тела подвержены старению, как и мы сами. Наши способности к обучению и запоминанию прочитанно ослабевают. Осуществляя служение во священстве, Господь отжидает от нас возрастающие с каждым новым днем самодисциплины. Мы можем стать подготовленными к такому испытанию через веру и служение по мере нашего продвижения вперед. Господь дал нам возможность подготовиться к исполнению клятвы клятвы и заветы священства. Это завет, который мы заключаем с Господом. Соблюдать его заповеди и осуществлять служение так же, как он делал лично. Служение по мере наших сил в соответствии с таким стандартом способствует обретению духовной силой, необходимой для претерпения до конца. Великие наставники во священстве показали мне, как обретать необходимые силы. Это сродни формированию привычки продолжать идти вперед, несмотря на усталость и страх, подталкивающий нас обратиться вспять. Великие наставники Господа показали мне, что духовная сила приходит именно в тот переломный момент, когда другие, возможно, решили передохнуть. Великие руководители священства, созидающие великую духовную силу в вашей молодежи, продолжают владеть ее в преклонном возрасте, когда ослабевают физические силы человека. Мой младший брат находился в маленьком городе штата Юта по своим делам. Ему позвонили в гостиницу по телефону. Это было поздно вечером, в конце тяжелого рабочего дня моего брата, такого же сложного, как и для звонившего президента Спенсера Кимбелла. Он начал телефонный разговор таким образом. Я узнал, что-то вы в городе. Я знаю, сейчас поздно, и, возможно, вы уже готовитесь ко сну. Не могли бы вы мне помочь? Я нуждаюсь в напарнике, с которым я мог бы проехаться по городу и просмотреть состояние домов собраний в городе. Мой брат отправился с ним тем вечером, не имея представления о порядке эксплуатации домов собраний, а также не знаю, почему президенту Кимбеллу необходимо было сделать это после тяжелого дня служения и зачем ему вообще была необходима такая помощь. Годы спустя я получил такой же телефонный звонок поздним вечером в одной из гостиниц Японии. Тогда я был новым уполномоченным по вопросам образования в церкви. Я знал, что президент Гордон Бихинкли остановился в той же самой гостинице во время выполнения своего поручения в Японии. Я ответил на звонок сразу после того, как лег в кровать, готовясь к осну, и размышляя над тем, что мне удалось выполнить в тот день по мере своих сил. Президент Гордон Бихинкли спросил приятным голосом «Почему вы спите, когда я занимаюсь течением рукописи, которую нас попросили просмотреть?» Поэтому я встал и начал работу. Несмотря на то, что мне было известно, что президент Гордон Бихинкли мог сделать эту работу намного лучше, чем я, но он дал мне понять, что он нуждался в моей помощи. Президент Томас С. Монсон в конце почти каждого собрания спрашивает секретаря первого президентства «Я укладываю срок выполнения этой работы?» И он всегда улыбается, когда ему отвечают «Да, президент, укладывайте». Улыбка президента Монсона учит меня. Она навевает мысли о том, могу ли я сделать что-нибудь еще в рамках своей ответственности, и затем я отправляюсь в свой офис, чтобы продолжить свою работу. Великие учителя показали мне, как можно подготавливаться, соблюдать клятву и завет священства, когда время и возраст сделают это затруднительным. Они показали и научили меня, как дисциплинировать себя и уметь напряженно работать и оставаться здоровым и полным сил. я не могу быть совершенным слугой ежечасно, но я могу прикладывать дополнительные усилия в сравнении с тем, что изначально представлялось возможным. Формируя с ранних лет такую привычку, я смогу подготовиться к дальнейшим испытаниям. И вы и я можем стать подготовленными для облетения силы в соблюдении клятвы и завета священства через всевозможные испытания. А они обязательно придут к нам в конце нашей жизни. Я стал свидетелем этого на собрании Комитета по образованию. Президент Спенсер Кимбл к тому времени провел многие годы в служении. Он испытал серию проблем со здоровьем, которые мог посочувствовать исключительно Иев. Тем утром он председательствовал на этом собрании. Вдруг он прекратил выступление. Он резко откинулся на кресле. Его глаза закрылись. Голова упала на грудь. Я сидел рядом с ним. Соответственно, Холланд был рядом с нами. Мы двое встали, чтобы помочь ему. Будучи неопытными в этом вопросе, мы решили отнести его в кресле в его офис, который располагался по соседству. Я скажу вам, это кресло было жутко тяжелое. Он стал нашим учителем в этих крайних обстоятельствах. Приподняв кресло с обоих сторон, мы вышли из гостиной в прихожую. Он наполовину открыл свои затуманенные глаза и сказал, «Ой, пожалуйста, будьте осторожны, не поведите себе спины». Приближаясь к двери в его кабинет, он сказал, «Ой, я сожалею, что из-за меня было прервано это собрание». Минуты спустя, после того, как мы отнесли его в кабинет, он выглянул и сказал, «Вам не кажется, что вам нужно поскорее вернуться для участия в собрании?» Мы поспешили обратно с осознанием того, что каким-то образом наше присутствие было важным для Господа. Президент Кимбл с детских лет старался служить и любить Господа на грани человеческих возможностей. это стало привычкой, и он пользовался ей, когда в этом была необходимость. Он был подготовлен, и он смог учить и показывать нам, как быть подготовленными для соблюдения клятвы, завета священства посредством беспрестанной подготовки в течение многих лет, используя всю свою силу в незначительных на первых взгляд вещах. Я молюсь о том, чтобы мы могли соблюдать наши заветы во священстве и подготовить себя для вечной жизни, а также тех, кого мы призваны подготавливать. Я обещаю вам, что если вы будете делать все, что в ваших силах, Бог возвеличит вашу силу и вашу мудрость, Он закалит вас. Я обещаю, что они будут возвеличивать ваше имя, так же, как я возвеличиваю своих учителей. Я свидетельствую, что Отец живет и любит нас. Он знает вас. Он и его воскресший, прославленный Сын, Иисус Христос, явились неопытному мальчику, Джозефу Смиту. Они доверили ему работу по восстановлению полноты Евангелия и истинной Церкви. они ободряли его, когда он нуждался в этом. Они укоряли его с любовью, чтобы смирить его, дабы он снова смог подняться. Они подготавливали его, и они подготавливают нас для обретения сил достижения целестиальной славы. Именно это является главным мотивом всего служения во священстве. Я оставляю вам свое благословение, чтобы вы смогли распознать великие возможности, которые Господь даровал вам посредством призвания и подготовки вас в его служении и служении другим. Во имя любящего руководителя и учителя Иисуса Христа. Аминь. Напоминаем вам, что трансляция выступления табернакального хора состоится завтра утром с 9.30 до 10 по местному времени. Воскресная утренняя сессия начнется сразу по окончании трансляции. Мы благодарим хор за прекрасную музыку, прозвучавшую на этой сессии, а также благодарим братьев, выступавших сегодня вечером. А теперь нам будет оказана честь послушать нашего пророка президента Томаса Монсона. После выступления президента Монсона хор исполнит гимн «Дети Божьи, поспешим». Затем заключительную молитву произнесет старейшина Куичи Ауяги, член Кворома 70, президент Монсон. Мои возлюбленные братья, это огромное привилегие быть с вами сегодня вечером. Зал наполнен до отказа. Мы, носители Божьего священства, связаны замечательными узами братства. В 36 стихе 121 раздела Учений Заветов сказано, что права священства нераздельно связаны с силами небесными. Каким чудесным даром мы наделены священством, неразрывно связанным с силами небесными. Однако, с этим драгоценным даром приходят не только особые благословения, но также и священные обязанности. Мы обязаны жить так, чтобы всегда быть достойными священства, возложенного на нас. Мы живем во времена, когда вокруг много того, что способно соблазнить нас и увести нас на пути, ведущие к погибели. Чтобы избегать таких путей, требуется неуклонная решимость и мужество. Я помню время, и некоторые из собравшихся здесь тоже помнят его, когда нравственные нормы большинства людей были во многом схожи с нашими. Теперь это не так. Недавно я прочитал статью в газете New York Times об одном исследовании, которое прошло летом 2008 года. Выдающийся социолог из Нотр-Дамского университета во главе исследователей провел обстоятельные беседы с 230 молодыми и взрослыми по всей Америке. Думается, можно предположить, что результаты были бы аналогичными в большинстве стран мира. Я поделюсь с вами всего одним фрагментом этой весьма красноречивой статьи. Цитирую. «Лица, проводившие опрос, задавали открытые вопросы о том, что правильно и что нет, о нравственных дилеммах и о смысле жизни. Из хаотичных ответов видно, что молодые люди старательно пытаются внятно ответить на поставленные вопросы, но для этого им просто не хватает понятия или словарного запаса. На предложение описать нравственную дилемму, с которой они когда-либо сталкивались, две трети молодежи не смогли дать ответа или описали проблемы, не имеющие никакого отношения к нравственности. Например, случай, когда им удалось взять в аренду жилье или набрать достаточно мелочи, чтобы опустить в счетчик на автостоянке. Далее в статье говорится, я цитирую, «Типичным откликом, который снова и снова предлагали большинство из них, было указание на то, что нравственный выбор — это дело персонального предпочтения. Это личное дело каждого, как правило, отвечали они. Все зависит от человека. Кто я, чтобы решать за другого? Отвергая нелепое исследование авторитетам, многие молодые люди впадали в другую крайность, говоря, я делаю то, что, по-моему, принесет мне радость, я сужу по ощущениям, за исключением моих внутренних ощущений для меня не существует иного способа узнать, как поступить». Конец цитаты. Лица, проводившие опрос, подчеркивают, что большинство молодых людей, с которыми они беседовали, ни школы, ни другие учебные заведения, ни семья не предоставили никаких средств культивирования нравственных ценностей. Братья, ни у кого из слышащих меня сейчас не должно быть сомнений в том, что нравственно, а что нет, равно как и сомнений в том, что именно ожидается от нас, как носителей священства Бога. Нас обучали и продолжают обучать Божьим законам. Вопреки тому, что вам приходится видеть и слышать повсюду, эти законы неизменны. В той жизни, которую мы ведем здесь, день за днем, наша вера почти неизбежно подвергается испытаниям. Мы можем время от времени замечать, что вокруг множества людей, а мы оказываемся в меньшинстве или даже в одиночестве, когда речь идет о том, что приемлемо, а что нет. Хватает ли нам нравственного мужества твердо стоять за свои убеждения, даже если в таком случае нам придется остаться одним? Для нас, носителей священства, жизненно важно иметь способность противостоять с мужеством и храбростью всем сложностям, которые могут встретиться на пути. Вспомните слова лорда Теннисона «Один я стою десяти, поскольку сердцем чист». Все чаще и чаще некоторые знаменитости и другие люди, которые по той или иной причине оказываются на виду у всех, высмеивают религию в целом, а иногда и эту церковь в частности. Если наше свидетельство недостаточно прочное корено, такая критика может побудить в нас сомнения в наших убеждениях или поколебать нашу решимость. В видении легии о дереве жизни, изложенном в первой книге Нефия, легии видят среди других людей тех, кто держится за железные перила, пока не приходят и не вкушают от плода дерева жизни, которые, насколько мы знаем, символизируют любовь к Божию. А, к сожалению, после того, как они вкушают от этого плода, некоторые начинают испытывать стыд из-за обитателей великого и обширного здания, которое, олицетворяя гордость детей человеческих, указывает на них пальцем и насмехается. И такие люди отходят на запрещенные пути и гибнут. Каким же мощным орудием искусителя могут быть насмешка и поругание? Повторяю, братья, хватает ли нам мужества твердо и непоколебимо стоять перед лицом такого опасного противника? Думаю, впервые с мужеством отстаивать свои убеждения мне довелось, когда я служил в военно-морских силах США в конце Второй мировой войны. Военная подготовка во флотской учебной части стала серьезным испытанием для меня, как и для каждого, кто ее пережил. Первые три недели я был убежден, что постоянно рискую жизнью. Во флоте меня не пытались обучить, меня старались погубить. Никогда не забуду, как наконец настал воскресный день первой недели. Мы получили долгожданные вести от главного старшины. Стоя по стойке смирно на плацу под свежим калифорнийским ветерком, мы услышали его команду. «Сегодня все идут в церковь, то есть все кроме меня, а я буду отдыхать». Затем он прокричал, «Католики, вы собираетесь в биваке Декатур, и чтобы до трех часов дня я вас не видел, шагом марш». Довольно внушительная группа выступила вперед. Затем он пролавил следующую команду, «Иудеи, вы собираетесь в биваке Генри, и чтобы я не видел вас до трех часов, шагом марш». Движение начала группа поменьше. А потом он сказал, «А остальные протестанты собираются в залах в биваке Фарагут, и не возвращайтесь до трех часов, шагом марш». И вдруг мой разум озарила мысль, «Монсон, ты ведь не католик, и не уйдей, и не протестант. Ты мормон, поэтому стой на месте». Я рад, что жив сегодня. Я смею вас заверить, я ощущал себя тогда совершенно одиноким. Да, исполнены мужества и решимости, но одиноким. А затем я услышал самые сладкозвучные слова, которые когда-либо слышал от этого главной устаршины. Он посмотрел в мою сторону и спросил, «А вас, ребята, как называют?» До того самого момента я и не осознавал, что помимо меня на плацу остался кто-то еще. Почти в один голос мы ответили, «Мормоны!» Трудно описать, какая радость наполнила мое сердце, когда я обернулся и увидел горстку других моряков. И главный старшина почесал затылок со задаченным видом, но в итоге сказал, «Ладно, идите, найдите себе местечко и не возвращайтесь до трех часов». «Шага марш!» Пока мы маршевали прочь, я думал о словах стихотворения, которые когда-то выучил в первоначальном обществе. «Отважным будь мормоном! Отважным, и пусть ты один! Отважно стремись к своей цели! Отважно скажи это им!» Хотя все вышло совсем не так, как я ожидал, я был готов остаться в одиночестве, когда возникла такая необходимость. С того самого дня бывали моменты, когда рядом не оказывалось совсем никого, и я действительно оставался один. Как же я благодарен за то, что когда-то принял решение всегда быть сильным и верным, всегда подготовленным и готовым защищать свою религию, когда это нужно. Чтобы нам никогда не ощущать себя неготовыми к поставленным перед нами задачам, братья, позвольте поделиться с вами высказыванием, с которым в 1987 году президент церкви того времени Эзерт Афт Бенсон обратился к большой группе прихожан в штате Калифорния. Он сказал, «Во все времена пророки взирали на наши дни сквозь дымку времени. Миллиарды умерших и тех, кому еще только предстоит родиться, пристально вглядываются в нас. Ни на минуту не сомневайтесь в том, что вы избранное поколение. Почти шесть тысяч лет Бог удерживал вас в резерве, чтобы вы появились в последние дни перед вторым пришествием Господа. Некоторые люди отступят, но Царство Божие останется в целости, чтобы приветствовать возвращение Его главы, самого Иисуса Христа. Несмотря на то, что это поколение по своей порочности сопоставимо с временами Ноя, когда Господь очистил землю потопом, в наше время существует одно существенное отличие. Оно заключается в том, что Бог приберег до последних дней некоторых самых сильных Своих детей, которые помогут Царству одержать триумфальную победу. Конец цитаты. Да, братья, мы представляем собой некоторых из самых сильных Его детей. На нас возложена обязанность оставаться достойными всех исполненных славы и благословений, которые наш Небесный Отец уготовил для нас. Повсюду, куда бы мы ни шли, нам сопутствует наше священство. Стоим ли мы на святых местах? Прошу вас, прежде чем подвергать себя и свое священство опасности, оказываясь в местах или участвовать в мероприятиях, которые не достойны вас или священства, остановитесь и подумайте о последствиях. На каждого из нас возложено священство Ааронова. И со временем каждый получил силу, которая держит ключи служения ангелов. Президент Гордон Хинклис говорил, «Вы не можете позволить себе делать то, что поставило бы барьер между вами и служением ангелов для вашего блага. Вы ни в коем случае не можете поступать безнравственно. Вам нельзя быть нечестными. Вы не можете обманывать или лгать. Вы не можете произносить имя Господа напрасно или сквернословить и при этом иметь право на служение ангелов». Конец цитаты. «Если кто-либо из вас оступился на этом пути, я хочу, чтобы вы поняли, что вне всяких сомнений всегда есть путь к возвращению». И этот путь называется покаянием. Наш Спаситель отдал свою жизнь, чтобы предоставить нам с вами этот благословенный дар. Хотя путь покаяния непрост, нам даны реальные обещания. Нам было сказано, «Если будут грехи твои как багряны, как снег убелю, и я уже не вспоминал их более». Какое прекрасное благословение и утверждение. Какое обещание. Возможно, некоторые из вас говорят самим себе, «Ну, а я не живу по всем заповедям, не делаю всего, что должен, все же моя жизнь идет просто замечательно». Братья, я обещаю вам, что так не будет длиться вечно. Не так много месяцев назад я получил письмо от одного мужчины, который прежде думал, что можно вести двойную игру. Сначала он покаялся и привел свою жизнь в соответствии с евангельскими принципами и заповедями. Сейчас он покаялся. И я хочу поделиться с вами абзацем из его письма. Я цитирую. «Мне довелось на своем опыте узнать, и мне пришлось не сладко, что Спаситель был абсолютно прав, когда сказал, «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. не можете служить Богу и мамоне. Я же старался, пожалуй, как никто и никогда служить обоим. В конце концов, я получил всю пустоту, тьму и одиночество, как я и сатана уготовил для тех, кто верит его обману, иллюзиям и лжи». Для того, чтобы быть сильным и противостоять всему, что тянет нас в ложном направлении, или всем голосам, которые зовут нас выбирать не тот путь, нам требуется личное свидетельство. Будь вам 12 лет, или 112, или где-то между, вы можете узнать лично для себя, что Евангелие Иисуса Христа истина. Читайте книгу Мормона, размышляйте над ее учениями, спросите искренне Небесного Отца, истинно ли все это. И нам обещано, если вы спросите с искренним сердцем, с верой во Христа, Он откроет вам правду о них силой Духа Святого. И знание о том, что книга Мормона истина следует, что Джозеф Смит действительно был пророком, и что он видел Бога Отца Вечного и Его Сына Иисуса Христа. Из этого также следует, что Евангелие было восстановлено в эти последние дни через Джозефа Смита, включая восстановление священства, как Аронова, так и Молхизедекова. Как только мы получаем свидетельство, на нас возлагается обязанность делиться им с окружающими. Братья, многие из вас служили на миссии по всему миру. Юноша, многим из вас еще предстоит служить уже сейчас. Апостола Петра, который призывал, будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчеты вашему поване, дать ответ. В течение жизни у нас появляются возможности делиться своими убеждениями, хотя мы не всегда знаем, когда будем к этому призваны. Одна такая возможность пришла ко мне в 1957 году, когда я, работая в Тибографском деле, получил задание поехать в Даллас, штат Техас, который иногда называют город-церкви, чтобы выступить на съезде предпринимателей. После заседания я отправился на автобусную экскурсию по окраинам города. По мере того, как мы проезжали мимо разных церквей, наш водитель замечал, слева вы едете в методистскую церковь или справа стоит католический собор. Когда мы проезжали мимо прекрасного, стоящего на холме здания из красного кирпича, водитель воскликнул, а в этом здании собираются мормоны. Женщина, сидящая на заднем сиденье автобуса, спросила, «Водитель, не могли бы вы рассказать что-нибудь о мормонах?» Водитель съехал на обочину, повернулся на своем кресле и ответил, «Леди, все, что я знаю о мормонах, так это, что они собираются в том красном кирпичном здании. Может, есть кто-нибудь в автобусе, кто знает что-нибудь о мормонах?» Я подождал, не откликнется ли кто-нибудь. Я искал на лицах всех пассажиров хоть какого-то признака осведомленности, хоть какого-то желания высказаться, но никто, ничего. И я осознал, что теперь пришел мой черед, как советовал апостол Петр, быть всегда готовым всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ. Я также осознал правдивость поговорки. Поздно готовиться, когда пора принимать решение. В течение последующих 15 или около того минут я пользовался привилегией поделиться со своими попутчиками и свидетельствами о церкви и наших убеждениях. И я был благодарен за то, что у меня есть свидетельства и за то, что я был готов им поделиться. Всем сердцем и душой я молюсь, чтобы каждый мужчина, наделенный священством, и я смотрю сейчас на многих, каждый мужчина, наделенный священством, чтил это священство и оправдывал доверие, оказанное ему при посвящении. Пусть же каждый из нас, наделенных священством Божьим, знает, во что он верит. Давайте никогда не терять мужество и будем готовы отстаивать то, во что мы верим. даже если нам доведется остаться в одиночестве. Давайте делать это с мужеством, черпая силу в знании, что на самом деле мы никогда не одиноки, если с нами наш Небесный Отец. По мере того, как мы размышляем над великим даром, которым мы наделены, правами священства, нераздельно связанными с силами небесными, пусть наша твердая решимость всегда охраняет и защищает этот дар и помогает нам оставаться достойными Его великих обещаний. Братья, давайте же следовать наставлению к нам Спасителя, которое находится в книге Третьей Нефии. Держите ваш свет высоко, дабы он светил перед миром. Вот, я есть свет, который вы должны высоко держать, то, что я сделал перед вашими глазами, о том, чтобы мы всегда следовали за этим светом и высоко держали его перед миром. Я молюсь и я даю благословение всем, кто меня слышит сегодня. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Иисус Христа. Иисус Христа. Иисус Христа. Иисус Христа. Иисус Христа. Иисус Христа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Наш Отец на небесах Мы так благодарны, что мы могли принять участие на сессии священства Мы благодарны, что мы могли слушать замечательные, вдохновляющие послания Твоих слух Пожалуйста, благослови нас помнить те ощущения, дабы мы могли быть достойными служителями в Твоих руках По мере того, как мы стараемся возвеличивать наше призвание Отец, пожалуйста, благослови нас служить с радостью, с благодарностью Мы благодарны за Твоего слугу, президента Томаса С. Монсона и его советников за 12 апостолов и всех других, которые руководят нас Пожалуйста, благослови их всех Мы молимся во имя Твоего Сына Иисуса Христа Аминь 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 Субтитры создавал DimaTorzok